Светильник и стыквы, зловещие костюмы, яркий грим – непременные атрибуты праздника Хэллоуин. Несмотря на то, что для россиян этот праздник достаточно новый, его уже успели полюбить. Молодежь заранее придумывает образы и заказывает необходимую атрибутику в онлайн-магазинах. Больше будем конфетки раздавать? Да, мы хотим сделать такой более добрый праздник. Просто в нашей стране он мало празднуется, и мы хотим более добрый сделать. По данным интернет-магазина Озон, россияне начали готовиться ко Дню всех святых 15 октября. Продажи карнавальных костюмов выросли на 450% относительно среднего значения в году, а аксессуаров на 361%. Традиционно на выбор костюмов оказывают влияние кинопремьеры. Будешь объявлять? Назови меня Джокер. На зловещий макияж потребуется гораздо больше времени, чем на обычный, да и стоит он на порядок дороже. Так, 31 октября визажисту придется отдать от 3 до 6 тысяч рублей и пару часов своей жизни. Можно предугадать, что это будет однозначно Джокер, да, плюс еще выходил недавно ужастик Оно 2, то есть там тоже будет клоун, только немного другой образ. Ну, я думаю, что будут стандартные образы, как они, скелетов, монашка из ужастика, да, который Астрал, да, этот ужастик самый популярный. Несмотря на то, что Хэллоуин отмечает 31 октября, в столице Приморья праздник мертвецов традиционно растягивается на несколько дней. Тематические мероприятия начались еще в прошлую пятницу. Меньше десятка заведений города анонсировали проведение Хэллоуина, а некоторые бары сделали это в последний момент. В этот день средний чек в клубах и ресторанах Владивостока поднимается на 15-20%. В преддверии Хэллоуина мы, конечно, ожидаем большую посещаемость, однозначно ожидаем более высокий чек, чем обычно. Мы представим наших сотрудников в виде персонажей из Алисы, так как Алиса – это наша тематика, тематика нашего заведения. Конечно, мы под нее подберем все костюмы, ну, мейк какой-то, да, чтобы больше реализовать нашу идею в этом празднике. Напомним, корни праздника уходят во времена дохристианской эпохи. У племен кельтов 31 октября считался последним днем уходящего года и означал окончание сбора урожая и переход на новый зимний сезон. В эту ночь по древнему поверью миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на землю. Для того, чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугивать незваных пришельцев. На улице возле домов оставляли угощения для духов, а сам народ собирался у костров, разводимых с жрецами-друидами, и приносил жертву животных. После жертвоприношения люди брали священный огонь, чтобы внести его к себе в дом. Сегодня символом этого огня является светильник из тыквы. Катерина Матвеева, Алексей Толстихин, Игорь Бутов. Новости на Восьмом.